КОЛОДА Ну, красного цвета у меня нет Посмотрим, что она из себя представляет в пурпурном Итак, смотрим Окей, друзья Давайте посмотрим нашу колоду LTD В пурпурном цвете От компании Иллюзионист Ну, что хочу сказать сразу К Изготовлению, да К разработке этой колоды Приложил свою руку Небезызвестный Дэниел Мэдисон Отсюда все понятно Стиль минимализм полюбас присутствует здесь Ну, собственно, это как бы сразу видно По коробке этой колоды То есть, обычная пурпурная коробка В середине надписи LTD в белом круге По бокам ничего нет Снизу лишь Эмблема такая Иллюзиониста Написано Иллюзионист Playing Card Company San Rafael и так далее На обратной стороне тоже ничего нету Единственное, что на крышечке Здесь вот чья-то роспись Не знаю, чья Если вы знаете То в комментариях, пожалуйста, напишите Хоть будем в курсе все Итак Открываем нашу минималистическую Коробчонку Внутри она белая И смотрим Какие карты у нас здесь есть Итак Первым делом Это, конечно же Рекламная карта Компании Иллюзионист Написано Иллюзионист Playing Card Company Такая вот их Эмблема Эмблема такая у них То ли орел То ли птица Феникс Непонятно Жар птицы Может какая Ну, в общем Что-то такое Нарисовано Естественно Даблбэк карта С двойной рубашкой Ну и, собственно Сами карты Пошли Как обычно Давайте посмотрим Сначала на Джокеров И на Тузапик Джокеры, во-первых Здесь идентичные оба Никаких Никаких у них этих нету Различий То есть Буква J И Она надета так На такие ниточки Которые привязаны к пальчикам Да То есть Типа такой Кукловод управляет Этим Джокером Вот И надпись снизу Джокер Все Вот такой вот Интересный Джокер В картах ЛТД Пиковый Туз Пиковый Туз у нас Здесь вот сделан Так вот интересно Немножечко так Наискость у него Основание нарисовано Да Вот И такие вот Незамысловатые узорчики Которые Пауч Нарисовав Которые Получилось Вот это само Изображение Пиковой масти И надпись Limited Вот Ну давайте Сразу посмотрим На рубашечку Рубашечка у нас Выполнена Вот так Таким вот образом То есть Колода у нас Пурпурная Здесь по центрам Мы видим Пурпурные точки Такие преобладают Они чередуются То совсем без точки То пурпурный То совсем без точки То пурпурный По краям Такая вот тень Затемнение Ну собственно Рубашечка здесь Довольно-таки Красивенькая Вот такой вот Пиковый Туз у нас Далее Сами черные Масти Здесь Выполнены Такого Светло-пепельного Цвета То есть Напоминают Колоду Байсикл White and Silver Вот Но Немножечко Все-таки Что-то не то Ну такой Светло-пепельный Цвет Да Индексы Кстати Здесь прорисованы По-другому К примеру Если мы сравним С пятерками Да Из байсикл Стандартов Или из байсикл Скулов То индекс Видите Прорисованы По-другому На ЛТД Совершенно Другие Уже Изображения Так вот Мы просмотрим Всю колоду Такие Вот Пепельные Карты И здесь Пошли Изображения Лиц Которые Вот Встречаются На колодах Мэдисон Раундерс Ну по крайней мере На белом варианте Точно такие же Изображения Есть версия Что здесь Мэдисон Изобразил Своих друзей В виде всех Вальтов Королей И дам Насколько я помню Только бубновый Король Ой Бубновый валет Остался без изменений Он остался таким же Как и в колодах Стандартах Да Там Байсиклах Итак Смотрим далее Значит Вот такая у нас Пиковая дама Такой у нас Пиковый король Красные цвета Здесь Выполнены потемнее К примеру Если я возьму Красную карту Из байса Со стандартной Расцветкой То видите Она светлая Здесь Цвет гораздо темнее То же самое Со всеми Этими картами Да Вот бубновый валет Единственный Значит Кто остался Таким же Как в этих Как в стандартах Картах Вот к примеру Я сейчас Найду Бубнового вальта Из классической колоды То есть Вот он точно Такой же Остальные Карты Уже Совершенно Другие То есть К примеру Давайте Пролеснем Даму Посмотрим И бубнового Короля К примеру Возьмем Да Здесь Классический Бубновый Король Уже Другой Хотя Нарисованы Они Собственно В том же Стиле Обратите Внимание За спиной Топорик Поднятая Рука Да Все это Есть Но Лицо Уже Совершенно Другое Как говорят Вроде Как Мэдисон Здесь Изобразил Своих Друзей Такой Вот У нас Король Крести Такая У нас Дама Крести Валет Крести Точно Так же Черные Масти У нас Светлопепельного Цвета Далее Пошли Червовые Масти Король Дама С веснушками Такая Дама Червовый Валет Собственно Все В плане Покрытия В плане Скольжения Ну я думаю Здесь Излишне Упоминать Колоды Мэдисона Всегда Отличались Тем Что Хорошо Скользили Хорошо Веерятся То есть В руке Они лежат Замечательно То есть Ленты Всякие Вееры Раскладываются Так же Изумительно Если вы Тренируете Какие-то Шулерские Техники То так же Нормально С ними Все это Оттачивать Ну что ж Друзья Вот собственно Все По колоде ЛТД Пурпурного Цвета Колода Неплохая Если вам Стиль Минимализм Очень нравится То Пожалуйста Можете Смело Покупать Конечно же Я оставлю Ссылки На эту Колоду В проверенных Магазинах Чтобы вы Могли Без всяких Опасок Ее за себе Заказать Ну если Хотите Конечно Ну что же На связи С вами был Куликов Сергей Он же Моряк И до Встречи В следующих Видео Пока Магазинах Магазинах